Сходите, знаете, что сейчас опять застряла машина? Отская отдышка. Вы не представляете, что мне приходилось делать? Я взял коврик, ну, подножный, и его положил под колесо. Вот у меня вот смекалка, прикиньте, в такой ситуации заработала. Ничего себе. Это рубрика «Стресс в моей жизни», я это вонючий рапунцель с кудрями без укладки. Понимаете? Без мейка. Ветер, я не понимаю, что мне делать. Машина просто... Ничего не происходит. Я пытаюсь открыть багажник, он не открывается, он примет. На улице холодно, в машине жарко. Я думаю, пизда, пизда не день. Я опаздываю к косметологу, понимаешь, еще не успею заехать в Макдональдс. Мне так хотелось в Макдональдс. Ну просто, емкость. Куда ты идешь? Вы думаете, что потрясающая история заканчивается? Нет, она только начинается. Вы как будто из этого ебучего сугроба, блядь. Я понял, что у меня, разумеется, нет бензина. Удивительная ситуация. Ну, ладно, заезжаю на заправку. Заезжаю на заправку, слава богу, там был бы гунок, который меня заправит. Но перед этим я послушал у кассы целую лекцию поеботины. В стиле акции, подарки, призы. Я стою, у меня просто хлестает кровь на зуше. Я говорю, женщина, Аллата прошла. Я в ахуе. Можно уже сбежать отсюда? Затем я сажусь в машину и понимаю, что поворот к Макдональдсу, который я хотел, сука, с утра, с 9 утра, он закрыт. Там стоит этот вот круглый шок, этот вот ебучий с белой шашкой этот, кирпич. Я понимаю, что это просто полный пиздэшн, пенетрэшн. Я заезжаю в Макдональдс с другой стороны, а там еще 5 человек очередь. Да вы вообще охуели. Лук просто остопиздал в зубах застревать, если честно. Он в моей оральной зоне что себе как дом почувствовал? Давай уебывай. У меня такое подозрение, что мне в мой бигмак забыли положить двойной соус. А я его уже сожрал, а теперь хуй доебешься. Чувство неудовлетворенности какой-то меня прямо терзает.